Привет, друзья! Сегодня мы находимся на интересном мероприятии, посвященном цвету в интерьере, поэтому данное видео будет полностью посвящено этой теме. Я поделюсь с вами несколькими принципами работы с цветом, а мои коллеги-дизайнеры расскажут о своих секретах работы с цветом. А также мы покажем современные, актуальные и гармоничные цветовые решения на примере реальных интерьеров. В общем-то, это все, что вам нужно знать о цвете. Ну что, погнали? Я хочу вам рассказать о цвете в современной архитектуре, что можно сделать с цветом. Мы разделили все, где есть рассказ по поводу цвета на шесть основных блоков. Но мы начнем именно с самой первой из них, это использование одного цвета. Что мы здесь делали? Мы проигнорировали архитектуру. Это классический интерьер, в котором есть классическая британская архитектура. Мы взяли и все покрасили в один цвет. Это очень модное нынче направление, направление в Британии и в Европе. А на этом кадре мы с вами видим уже другой цвет. Он значительно ярче, чем предыдущий. Этот цвет, он для нас, кажется, совершенно комфортный. Мы видим его почти каждый день в естественной среде. Это натуральный цвет. Цвет базальт, он черно-синий. Чтобы достается в том, что он не черный, мы его совмещаем вместе с черным. Теперь мы уже видим, что он синий. Идея сейчас в том, чтобы уйти от черного цвета в сторону цветных интерьеров. И вы вполне можете использовать черный, в котором содержится много зеленого или много синего пигмента. Как, например, вот этот цвет. Продолжая идею однотонной покраски, можно применять свои обои тоже. Он называется сквейдинг, или чернила каракатицы. В нем есть и синий, и зеленый. На этом слайде видим белый цвет. Но мы его, он не совсем белый. Здесь мы вам предлагаем от темного переходить к самому светлому. Ну, потому что в этом есть некая логика нашей жизни, да. Мы ходим по темной земле, у нас наверху светлое небо. Интерьеры, как правило, так и строятся. Темный низ и светлый верх. Сочетание цветов по принципу комплементарности в интерьере наиболее гармоничное и приятное глазу. Комплементарные цвета – это те, которые находятся в цветовом круге друг напротив друга. И при сочетании они усиливают друг друга, а при смешивании дают нейтральный серый цвет без оттенков. Это примеры использования в интерьерах. Сейчас мы расскажем вам немного о том, что мы уже немножко коснулись. Это новые нейтральные цвета. 20 лет назад это были бежевые, 10 лет назад пришла мода на серые оттенки. И сейчас идет переход на цветные интерьеры. Это нейтральные оттенки. Они могут быть пастельные, они могут быть очень насыщенные, но они нейтральные. Вы видите, да, цвет достаточно насыщенный, но очень он простой в сравнении с более открытыми синими цветами. Мы берем с вами открытый цвет, да, первичный цвет спектра, вот, желтый. Но мы с вами его разбавляем, да, мы что-то на него добавляем, чтобы он у нас был приглушен. В данном случае мы добавляли в него умбру, чтобы он у нас выглядел значительно более сдержанный. Нужно помнить о том, что не светлые какие-либо оттенки делают пространство больше, освещение делает помещение просторным. Следующий цвет, который мы с вами наблюдаем, это зеленый цвет, зеленый шалфей, коричневый цвет и красные цвета, теплые оттенки, да. Весьма здорово выглядит в ванной комнате, потому что человек хочет естественным образом. Это тепло внутри помещения, да, внутри ванной комнаты, естественно, потому что он там снимает себе одежду. Кому может быть холодно, и ему нужен теплый цвет. Кстати, в интерьере Насте Ли, обзор которого недавно вышел у нас на канале, использованы именно краски Англии. А вот и сама Настя. Привет, Даша. Давай поделись своим мнением о красках. Давно люблю краски Англии. Мы использовали в нашем проекте палитру нейтральных цветов. Вот, мне нравится то, как они играют в естественном свете и меняются в искусственном свете. Вот, сегодня нам презентовали новые краски, новую палитру. Это очень вдохновляет, и мы готовы творить. И всем, кому интересно, ссылку и номера красок, которые Настя использовала в интерьере, мы оставим в описании. Первый блок, который будет посвящен двухсветным сочетаниям, это горизонтальное присутствие цвета в интерьере. Синие пигменты в том и в другом цвете, поэтому они друг от друга для друга хорошо связаны. И вы видите, мы здесь опять поместили темный цвет вниз и светлый наверх. Вы вольны сами набирать высоту перехода из одного цвета в другой. Помните всегда о пропорции. Вы можете сделать помещение достаточно темным, да, а можете сделать помещение достаточно светлым. Но цвета эти все равно друг с другом связаны. Игнорировали здесь архитектуру, которая присутствует в интерьере. Да, здесь есть вертикальный рельеф. Мы здесь добавили горизонтальную полоску. Мы можем делать это как угодно, как нам нравится. Розовые цвета – это сложные цвета в интерьере. Они, если мы с вами чуть-чуть ошибемся с колорантом, он может оказаться очень наивным, детским цветом. Вот, или как у нас называют, протячим. Пару лет назад Little Green выпустил коллекцию розовых оттенков, которые великолепно работают в интерьере и никогда его не портят. Сочетание розовых и зеленых становится очень популярным, поэтому имейте это в виду. Цветов равной насыщенности. Пастельных оттенков. Я могу вам сказать один секрет, как можно выбрать цвета одинаковой насыщенности. Попробуйте сделать черно-белую фотокопию с дощечек. Вы сразу увидите их вне цвета, да, степень их насыщения. Это очень простой, примитивный и работающий прием, как можно безошибочно выбрать цвета одинаковой насыщенности. Еще один совет тем, кто хочет быть в тренде и следовать в моде, но боится экспериментировать и все испортить. Ведь интерьер остается с нами на долгие годы, поэтому создайте нейтральную основу, пол, стены, мебель, а уже потом дополнить интерьер яркими аксессуарами, текстилем и декором модных цветов. Ведь сменить ковер или поменять подушку гораздо проще, чем перекрашивать стены. Сейчас для современного интерьера актуальны белые и серые цвета, но они же не самые противоречивые. Белый для кого-то является символом чистоты, а для кого-то больничным цветом. Серый точно так же для кого-то очень комфортный, спокойный, а для кого-то наоборот скучный. Хотелось бы посоветовать вам использовать тот цвет, который больше подходит для вашей зоны комфорта. Вертикальное применение цвета. На самом деле, вы видите, в интерьерах достаточно часто, потому что в интерьерах всегда есть наружный или внешний угол, как раз когда у вас есть возможность поменять цвет с особычей стены. И вот в этом помещении мы видим взаимодействие двух цветов. Цвета не брата и не сестра, они совершенно разные, но у них есть некая одинаковая сила. Один более темный, а другой более яркий. У нас получилось идеальное решение для этого помещения. Помещение могло быть очень скучным, если мы применили только этот цвет. Но у нас с вами здесь помимо кресла синего присутствуют еще и комнатные растения. И мы сознательно добавили сюда достаточно яркий звеный цвет, чтобы получить гармонию. Здесь внутренний угол, и мы поменяли с вами цвет. То же самое мы сделали на картинке. Помещение совершенно простое, не имеет практически никакой архитектуры, только каменную укладку, нарезали помещение цветом. Мы взяли цвет серый, в произвольном месте обвили границу со светлым цветом. Тем самым создав зональность в этом помещении. Цвет шалфея и цветы модулы и келлоу, новый желтый цвет, который взялся в прошлом году. И вот эта комбинация, она становится сейчас все более и более популярной в Англии. И вы сразу видите, да, помещение, оно молодежное. Здесь присутствуют и скейпборты, и яркие элементы, и есть красные сапоги. Когда всегда есть красные сапоги, вы можете взять красный цвет. Здесь мы с вами приходим к чем-то более деликатному. Заметили совершенно удивительную работу этой кабинасы в течение дня. Потому что, когда дневной свет падает, у нас с вами акцентное место. Это место у нас выкрашено розовым, да, у окна. Да, причем этот розовый цвет, он очень сильно меняется в течение дня. Он изменяется, может стать серым, может стать очень розовым, может стать персиковым, наоборот. Эти персиковые цветы, но когда вдруг у нас вечереют и темнеют, да, он просто пропадает. У нас включается верхний свет, и акцентным местом в помещении становится вот этот темный синий. Цвет в интерьере создает настроение и влияет на его восприятие. Также влияет на психологическое состояние человека, который в нем живет. Цветом можно добиться визуального завершения потолка. Например, я на одном из своих объектов использовала специальный серый цвет потолка с эффектом перламутра, что позволило мне визуально завести потолок, создать его парящий эффект и добиться элегантности пространства. Мне всегда казалось, что у нас с англичанами схожие темпераменты. Я вот сегодня в этом лишний раз убедилась. То есть мы обе такие северные страны, и в отличие от тех же испанцев, допустим, итальянцев или мексиканцев, мы не любим ярких цветов. Наши люди боятся открытого, чистого цвета. Очень любят работать на оттенках. Всегда нужны какие-то оттенки серого, бежевого. И у Little Green как раз эта линейка очень широко представлена. У них очень богатые, интеллигентные цвета. Они смотрятся роскошно и дорого. Мне это очень нравится. Они близки нам именно по менталитету даже. Теперь я расскажу вам о другом методе. Это color blocking, известный из мира моды. На этой фотографии мы с вами видим действительно что-то, пришедшее из мира моды. Яркие цвета. Здесь, на этом стадии, мы с вами видим достаточно простой интерьер. Здесь простая плоская стена. Мы решили сделать здесь интерьер интересным. Мы решили сделать у него молдинг. Более того, связать два цвета, которые друг с другом плохо связаны. Коричневый, зеленый. Еще один кадр, как можно сделать color blocking, использование нейтральных оттенков. Здесь вы видите нейтральные серые оттенки в сочетании с вот этим розовым цветом. Он действительно очень сильно приглушен. Имеет свою внутреннюю силу, создавая хорошую композицию. Здесь мы на этом слайде видим с вами и горизонтальное, и вертикальное присутствие. Естественно, здесь, как некая филада. И мы с вами видим в одном помещении горизонтальное присутствие цвета. Других его нет. Но все цвета связаны друг с другом. И у нас получается гармония. Здесь мы с вами видим color blocking, используем полутонов одного и того же цвета, о чем мы говорили несколько ранее. Поскольку они все из одной семьи, то они очень гармонично складываются. Здесь, на этом саде, мы с вами видим взаимодействие, которое стало классическим, цветов, взятых из сада. Это еще один из примеров, как можно проигнорировать архитектуру. Мы могли бы ограничить аквамарин расположением полки. Но мы решили поднять цвет выше. Нам не нужна эта полка. Мы ее закрасили, теперь она незаметна. Потому что мы хотели выделить на то, что стоит на полке, посуду, которая там есть. Все эти цвета, это классические цвета герогианской эпохи, которые уже используются 200 или 250 лет. Вполне естественные для интерьера. Решили обыграть, обыграть мебель, которая здесь есть, добавив на стены цвета. Причем добавив им некую пропорцию. Выбирая цвет, нужно представлять то настроение, которое вы хотите испытывать в этом помещении. Я рекомендую закрыть глаза на минутку и представить, именно в каком цвете вам будет комфортно. Вот, например, у меня был такой случай с заказчиками. Мы делали очень активную по цвету квартиру. Я, конечно, им предложила это все нейтрализовать немножко французским серым, который я очень люблю. Но, тем не менее, квартира получилась очень активная. И я буквально настояла на том, чтобы в спальне мы сделали такой небольшой уголок релакса. Как раз из коллекции Little Green я выбрала цвет аквамарин. Он одновременно и насыщенный цветом, но в то же время он очень легко воспринимается глазом. Еще большой плюс, что он немножко расширяет пространство, а помещение было достаточно маленькое. Вот я считаю, именно так и должен работать цвет в интерьере. А теперь мы расскажем о том, как с помощью цвета можно что-либо выделить в интерьере. И на этом примере мы с вами видим здесь использованный цвет. И цвет Sunlight им выделяем именно плинтусы обрамления дверей. Контрастные, комплементарные цвета. И, возвращаясь немножко к моей любимой теме, сад. Оба цвета, они современные, видите, да, насколько они гармоничны, друг с другом сочетаются. Классический векторианский интерьер. Более половины домов в Великобритании, больше 100 лет. И цвета, которые здесь, они все имеют отношение к той эпохе. Классическое сочетание, но мы здесь кое-что перевернули. Мы отказались от белого плинтуса. Мы сказали, давайте сделаем его черным. Для тех из вас, кто хочет чуть больше приключений, можно использовать декоративное оформление стен с краской. Это лишь продолжение тех идей, о которых мы говорили несколько ранее. На самом деле, это несложная работа, которую можно сделать совершенно любой декоратор, который всегда называет таким. Нужно только лишь иметь малярный скотч побольше. Продолжаясь, это та же самая идея, о которой мы говорили раньше. Игнорирование архитектуры. Мы добавляем полосу на ровной стене, на которой не было ничего. На цвет гренаж, такой очень красивый длинный цвет, с потолком лиловым, добавляем красную полоску для обрамления двери и плинтуса. Ну, а если у вас есть огромное количество малярного скотча, вы можете сделать вот таким вот образом. Здесь мы с вами видим очень и очень скучную кухню. Она очень современная, возможно, очень дорогая, но она очень скучная, она коричневого цвета. И что мы сделали? Мы добавили сюда искринку, добавили сюда цвет зеленоватый, лаймовый. А если вы решили пойти легким путем и использовать белый цвет в интерьере, то не тут-то было. В таком интерьере большое внимание придется уделить фактурам и материалам. И не допустите главную ошибку. Не используйте чисто белый цвет, чтобы не получилось, как в больнице. Ведь даже скандинавский белый, он не чисто белый, а слегка тепловато-серый, чтобы компенсировать голубизну спектра дневного света. Сейчас мы находимся с вами на волне популярности розового цвета. Я не думаю, что он продолжится слишком долго, но сейчас конкретно да. Вот этот цвет, oil of color, он сейчас очень популярный, очень продающийся, очень востребованный. И еще два года назад никто не покупал этот цвет, но в последний год что-то изменилось. Оказался весьма сейчас в тренде популярным по разной причине. Одна из них это, конечно, взаимодействие с мебелью, которая есть. Посмотрите, здесь у нас присутствует синий бархат, и он великолепно вообще с ним гармонированный. Вместо 25-го кадра постоянно повторять одно и то же. Зеленый с розовым сейчас чрезвычайно популярный. И запомните, выбирайте цвета, которые приятны именно вам, а не те, которые находятся в трендах этого года. Пить вам с ними и в них жить.